Любимая миллионами зрителей программу отмечает юбилей 30 лет назад. В эфир тогда еще центрального телевидения впервые вышла передача 90 минут, вскоре переименованная в Доброе утро. Все эти годы ее смотрят, собираясь на работу, в школу, чтобы зарядиться бодростью, узнать что-то новое и полезное. Многие популярные ведущие начинали карьеру именно в Добром Утре, и сейчас их знает вся страна. Доброе утро, дорогие друзья! Когда хочется сказать, утро добрым не бывает, они задают ритм на весь день. Хотя этих ведущих чаще всего спрашивают, как вы будете в страну, если сами едва не засыпаете. Ведь их утро начинается накануне вечером с эфира на Дальний Восток, Сибирь, Урал и так до Москвы с короткими перерывами на сон. Когда я показываю свой будильник, люди очень громко смеются, потому что там промежутки такие 3.15, 3.17, 3.20. В такое время суток каждая минута имеет значение. А в эфире каждая секунда в мобильной студии Доброго утра и ведущие на месте не стоят. В ДНХ, парк Горького, царица на Коломенское. Ольга Ушакова шутит, столько кругов нарезала, что может водить экскурсии. Где там какие цари останавливались, чья это была резиденция, летняя, зимняя, весенняя. И некоторые зрители даже сомневаются, действительно это настоящий вид или нет, потому что настолько красивая картинка. Чудо телевизионной техники, передвижная студия о таком и мечтать не могли 30 лет назад. Когда в сером советском ТВ-потоке вспыхнула передача «90 минут». Доброе утро. Доброе утро. Оно очень красивое, это утро в Москве. Утро в стране советов до этого начиналось в 8 с повтора программы «Время». Все изменилось, когда ослабла цензура, и кто-то на Западе подсмотрел идею программы для всех, кто собирается на работу или в школу. Ребята, ну как идут ваши дела в школе? Чтобы вам как-то поднять настроение перед началом вашего трудового дня, сегодня мы показываем мультфильм «Ну погоди». Татьяна Веденеева уже тогда была звездой всесоюзного масштаба. Утро стало для нее настоящим испытанием, и непонятно, что было сложнее – писать тексты, не спать всю ночь или диктовать моду новой эпохи. Отстать не получилось. В эфир ворвалась западная музыка, которую до этого слушали на кухне, а гимнастика поднимала с кровати тех, кому и на работу не нужно было спешить. Вы готовы? Живой эфир так увлек зрителя, что 90 минут быстро превратились в 120, трехчасовое телеутро, время свободы и экспериментов. Праздничная программа «Трехсотлетие флота» была подготовлена специально для моряков и оморяков. Первые сюжеты начинающего журналиста из «Апатитов» Андрея Малахова. Его рубрика «Экспресс-камера» и рассказы про телекухню. Кирилл Клименову некогда новости – это святое. А еще амбиции космического масштаба. Вся страна, не веря глазам, смотрела, как ведущие отправились на орбиту, якобы на станцию «Мир». Даже коллеги долго не могли понять, как они это сделали. Тем более, что эфир был утром 1 января. А это снималось в специальном самолете, где готовят настоящих космонавтов. Другой находкой стали гости в студии. Артисты, писатели, политики без галстука. У нас в гостях был Александр Поченок. Напоминаю вам, что сегодня 1 апреля. И что без отчества. За близость к народу полюбили первую семейную пару на российском ТВ. Стриженовым доверяли так, что однажды в редакцию пришло письмо. Но мальчишка просил уговорить отца. Не отпускает из колхоза в университет. Мы звонили. Отпустите вашего сына. Это же его мечта. Не ломайте жизни ребенка. Ну да. Ну так долгие паузы на другом конце. Да. Это правда вы? Докажите. Я говорю, ну сейчас жене дам трубку. Эта утренняя школа стала настоящим инкубатором кадров. Кто-то теперь звезда эфира, кто-то возглавляет огромные редакции и целые федеральные телеканалы. Я сейчас в отпуске. Я встаю в 4 утра, допустим, да, и думаю, ой, эфир. Но как-то потом беру себя в руки и ложусь спать опять. Привычка, выработанная годами. Арина Шарапова в эфире с 2001-го. При ней сменялись ведущие, рубрики, оформление студии. Но все годы неизменно то, что объединяет новости и полезные советы, кулинарные рецепты и социальные сюжеты. Программа «Доброе утро» делается людьми со знаком «плюс». От тебя сейчас будет зависеть фактически то, как люди пойдут на работу, как они поздороваются друг с другом. Это своего рода политика. Политика позитива. Эта политика принесла программе премию ТЭФИ. Но, пожалуй, куда более важное признание, когда миллионы семей вот уже 30 лет просыпаются в ритме доброго утра. Иван Прозоров, Максим Катаев, Алексей Белов, Мария Емельянова, Сергей Клишин. Первый канал.